девчонки ребята всем привет кривой репортаж из корневаешь субботнее утро быстро слазила ванну привела себя в порядок почему потому что я когда поздно просыпаюсь голова даже мокрая я когда поздно просыпаюсь я себя чувствую не очень комфортно но выходные хочется все-таки поспать и мы проснулись сегодня половина девятого вот приятного аппетита будет завтрак у нас у нас сегодня суббота по расписанию видите на улице уже светло варю кофе у нас не мажорный завтрак москвичей потому что у нас будет зеленый сыр вот такой красивый марика вчера купил он не видно да плохо видно у нас включи свет в коридоре подожди подержишь держу уже даря ряженка это тебе а мне просто а я не хочу ряжу просто каши тогда тогда я ряженку убирать я люблю простокваш девчат извините у нас стоит на холодильнике вот такой зеленый сыр я сейчас пойду включу знаешь в коридоре а потому что видно плохо ну то есть как в освещении мне кажется не хватает естественно сейчас я включу ярко-яркость зеленого цвета прям зеленый девчат и он вкусный он такой знаете он наверное у нас так и никак и поэтому очень хорошо нам заходит просто покушать вот на завтрак так кофе к морю да вот видите человек не отказывается от творога в любом случае творог со сгущенкой а я личинки буду с роллами потому что роллы мы вчера купили и не доели и думаю а чё им же пропали пропадает там же рыба свежая сырая и к вечеру и уже можно будет выкинуть их поэтому я тут сегодня санитар леса хочу рассказать вчера сидим с антоном я пока мне тут кофе варится что не сажусь и говорит вечером будешь делать а время тоже ну шесть и седьмой час пошел я говорю а мы вечером заедем в спар возьмем роллы там похоже чтобы не готовить очень готовы там марик все шашлычка куриного белошемпиньоны на углях ну-ка это простокваша а вот ряшина у них вообще молочные продукты офигенные и цена как нормальная цена вкусная девчата вы знаете взяли ну сейчас я скажу а тут у меня перебросла а ну давай давай про Антона поставь вот короче он как что ты будешь делать я говорю ну рукой возьмем и в общем не будем сморачиваться с готовкой еды вот давайте я вас немножко выше поставлю почему холодильник шумит я прекрасно знаю что микрофон там у нас чувствительный раздражает все-таки да повыше повыше будет звук такой поглуши и не будет вот ну короче я чё ты будешь делать блин а у нас пара нет варианта мимо разограммировал игры у нас паре хороший вкусный навес роллы вот такой буду искать доставку ищет ищет доставку и наткнулись у нас ехать понимаешь короче наткнулись на он искал искал наткнулись на сетевую эту фирму как называется сетевая как сетевой общепит и называется девчата юби да юби да работе слушай и начал читать меню девчата я под столом было вот я учусь хочу маленький не знает это мне я говорю открой вот сейчас посмотри юби да юби и посмотрели закладывали на работе открой посмотри название открой не поленись у меня просто же телефон стоит на записи в би юби да юби и почитай название сетов юби да юби меню название сетов убежал пока болтала ну что там вот давай открывай абакан ангарс почин нет не точке доставки ты читай на час надо есть чтобы еще и москва для выбора для начала меню торт из ролла шпоки у не ли оси моси тоже это наша на выбирали такие вот это вот этот вот этот сет ролл я и бошу это прям вот мой с это дня весь декабрь и ноябрь и короче чем дело закончилось девчата я не знаю пропустит это название сетов это не мат они заказали сет под названием куни ли и ася пишет вечером ася пишет вечером бика пожалуйста куни ли не бери и вкус ты хорошо хорошо я поняла просто филадефию калифорния на разве так вашу есть тоже вкусно хорошо спасибо она реально вкусная молочная так что вот да пафосные москвичи завтракают роллами а я сейчас расскажу про большой обман помните мы вам рассказывали про которые купили на шаги белорусские я тебе говорю мерзавцы они проводят пользуются скажем так ну как что вчера вчера я взяла белорусские пельмени такие же но я уже не уверена была что они белорусские потому что брала это все белорусском магазине мы там наряду с хорошими продуктами положили но это тоже хороший наверняка я взяла в том что называется белорусские поворачиваю я смотрю потом а там изготовлено и пп какая-то там подожди домодедово не домодедово короче изготовлены белорусами которые работают домодедово но там по заказу по заказу какой-то компании уобил что-то там но я просто уверена что это какая-то наша компания возможно франшиза франшиза такое лучше тогда взять чуть другое мы взяли попробовать у нас тоже есть хорошие продукты конечно конечно но мы попробуем но сам факт обману ты роллы и что ты дома вполне вот между вот многие говорят о молоко селедкой да нормально прям вообще для меня нормально вообще без проблем и гандира и тогда наелся уже вкусного дорожная может кто не хочет давай с рыбкой здесь есть красный тоже творожный сыр филадель ешь ешь что по моим наблюдениям по москве кто живет не в москве я могу сказать что москва мало украшена очень может быть в центре украшен но вот у нас нет вот я смотрела на вот как раз меня сейчас включена телек москва 24 где-то в центре да но кузнеевского кузнецкий мост украшен там еще какие-то вот такие прогулочные улицы московские в центре так чуть-чуть у нас район вообще не украшен то есть у нас около крупных маркетов стоят и но типа елки в это в огоньках и все по сравнению с прошлым годом ситуация вот в корне конечно другая я считаю что это правильно сами знаете почему это правильно вот но в общем хотелось бы конечно праздника хотелось бы какого-то праздника но надо дать должное вот вечером если смотришь например вот у нас самый высокий этаж и у нас дома он такой знаете как подкова взял и ниже 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 дома опускаются потолки до крыши и смотришь у нас получается выше всех мы и почему у нас нет необходимости мешать быстро шторы пока ну занавески там и какие-то ролл-ставни потому что сейчас пока просто на это нет финансов мы сейчас на другие вещи вкладываемся и пока мы спокойно обходимся без занавески потому что нам в окно окно никто не смотрит а мы смотрим ясен пеню вот здесь сейчас сижу например завтраку или ужину я раз туда носом-то и смотрю очень многие украсили конечно и балконы и украсили окна гирляндами сейчас огромный выбор гирлянд и в общем красиво что там и говорит красиво вот что ж приятного аппетита вам с тобой я обычно пока болтай марикоса съедай быстрее быстрее пойдем пойдем изготовить по утрам ролл девчат я рекомендую очень вкусно тебе тарелочку освежить еще хочу сказать что вот финики купили на развес паре сладкие прекрасные вместо конфеты замечательно это же турист Турция Турция хороша мы раньше как тут пренебрегали Турцией а наверно лет шесть назад мы распробовали ее скажем так но потом мы распробовали Крым и в принципе Турция выигрывает в плане бытового безусловно но в плане красоты и в плане куда поехать на экскурсию что посмотреть где покупаться в каких красивых местах заливах и все остальное Крым вообще без вне конкуренции если вы такие сильные духом люди не можете пренебречь комфортом ну подожди сравнивать сто процентов отеля ну сравнивать где мы были сейчас Крым и турецкие отели где мы были что-то хуже еще сто процентов вот для меня сто процентов Крым выигрывает по еде конечно в плане вот у нас очень вкусная столовая столовой еще остались девочки которые работают повара еще которые украинки и которые знают украинскую кухню это очень вкусная кухня и они там остались они варят борщи девчата и очень вкусная еда в столовых цену по моему рассказывали когда цена конечно ниже московских процентов на 20 на еду хотя говорят что Крым очень дорогой сейчас правда вот если девчат если сравнивать я прекрасно знаю сколько зарабатывают люди в регионах если сравнивать по региональным зарплатам предположим у хорошо устроившегося человека 30 тысяч зарплата в регионе там почему говорю хорошо устроившегося потому что и по 20 бывает зарплата и по 15 вот и это это тяжело это поехать это тяжело потому что жилье например мы не выбирали у нас у нас были финансы мы поехали мы выбрали то что нам визуально понравилось но я просто говорю что по ценам мы сразу мы взяли номер у нас номер 2700 или 2400 стоил 2400 двух мест но мы поселились но мы поселились в трюк а ты про это я про это люблю сейчас расскажу ты не говори я не понимаю про что не говори к чему я это говорю на турбазе вот мы когда мы снимали а на турбазе 2700 по моему какая-то турбаза это не турбаза как это называется арт-отель я так называл турбаз первая практическая линия расписаны домики деревянные да такой щит деревянный защищками вручную и то к чему я это говорю мы не выбирали у нас были средства мы не выбирали по деньгам мы не искали мы выбрали то что нам визуально понравилось и сколько она стоит 2700 трехместный потому что двухместных не было номеров мы взяли трехместные а двухместные 2400 давай расскажем как это было пришли мы да смотрим ярко ну как сороки поворачиваемся море рядом все номера есть есть спокойно есть огромная мангальная зона кафе прям так же на территории комплекса вот а что я говорю по деньгам что вполне можно демократично это мы еще я считаю что мы дорого потому что мы пришли возьмите третью линию за 1200 на троих можно там еще это кондиционер дом внутри такое все дерево да вот эти кроватки три кровати кондиционер холодильник все чистое новое душ вот тоже под дерево интерьер да там душ кабина все прилично очень красиво а выходишь свой шезлонг две штуки потом вот такая вытягивается для сушки белья штука ну столик стоит вообще классно это конечно справа там уже домиков не было крайне что было очень классно что нас никто не трогал не видел и справа расстилается на какое-то поле ну знаете что такое летнее южное поле 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 и горы да поле и горы да в общем очень приятная картина тишина благодать да по поводу еды еды девчат вот мы просто мы были вымотаны мы приехали на неделю я бы с удовольствием сама бы готовила но пару раз я даже просто вот мы что-то ели там салатик дома делали там вот с рыбкой как бы вот так мы дома ели ну у нас стол как бы в кафе если ты живешь в этом отеле можно приходите в кафе со своей едой то есть ты садишь сюда столик расслабляешь то что ты принес и ешь вот был такой так вообще питались столовой дешево-недешево кому как нам было нормально и ешь его недорого нам было нормально а так вообще вполне вон мы я говорю мы неприхотливы было бы время побольше бы отдыхали взяла бы картошки килограмм там вот два прекрасных рыночка маленьких есть килограмм картошки там рыбка на каждом углу солененькое продается прямо блыки знаете такие развернутые помидоры помидоры шикарные даже дешевле чем в москве вот эти вот наши парниковые сраные эти помидоры все равно дешевле а если вы приходите часам к шести на рынок вам вообще за 50 процентов от стоимости отдадут вот и вполне можно как бы на любой бюджет и то что крыль дороговат это наверное мифы тех людей которые вроде бы как собираются но не едут туда и поддерживают эту как бы легенду что нет мне кажется да это какая-то легенда потому что я в крыму всю свою жизнь с детства потому что меня возили в санатории с родителями мы ездили отсюда вали путевки и мы всегда выбирали крым иногда по сочи чередовали под сочи но в основном это был крым а потом я уже в самостоятельном возрасте уже там было и одно время у нас там была квартира в судаке то есть как бы а потом еще я туда ездила так просто и когда мы уже свекушей ездили это был первый год когда мы ездили поехали в семис да это такое нереально чудесно это потрясающее место где в поселке где дома расположены не горизонтально а вертикально по ступеням они лепятся к скалам то есть там запросто может быть дом и половина дома просто как вросшая в скалу то есть это еще не пролихлась по Алубке это это необыкновенно красивое место необыкновенно красивые но нам девчата вот мы почему опять остановились в Коктебеле потому что я не люблю я не то что не люблю я поняла что мне это не очень интересно я не хочу степные курорты типа Анапы вот когда вот знаете вот ветра и вот сплошной вот песок и гладкая вот эта вот степь вот и мне надо немножко чтобы горы и чтобы пляж желательно был галичный там вода почище ну это 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 просто чисто мое предпочтение например если бы с ребенком я поехала я бы выбрала наверное песчаный пляж вот с маленьким ребенком а вот после 5 лет я считаю что галичные оптимально коралловые тапки купили и вперед а мы вообще босиком всегда вот и и поэтому мы доехали до Коктебеля если бы у нас было больше времени вот я не знаю мы все планируем что я уйду на следующий год на пассивный отдых у нас будет немножко больше времени на поездки куда-то когда я буду свободна потому что у нас хозяин хорошо платит но он блин не дает нам отдыхать абсолютно в этом году опять нам не дал отпуск полноценный месяц он нам дал три недели которые мы разбили по неделям вот и если бы у нас было время конечно мы поехали куда-то более горы я прошу вот марику меня отвезти посмотреть я хочу гурзов посмотреть красивый да ты говоришь это будет тоже центральный военный санаторий это называется не знаю есть он сейчас наверное есть конечно там есть но вот раньше функционировал мы там отдыхали и на самом территории самого санатория очень замечательные исторические памятники это как дворцы такие здания там люди жили родители в другом мы с сестрой в одном а мы в одном крыле они в другом старинный просто особняк такой посредине памятники фонтаны фонтаны тоже вот история просто фонтаны это история конечно а ну и само собой там на территории целый ботанический сад ну помимо этого санитуре что меня там поразило эти узкие улочки старинные кто был в гурзуфе видел одна известная вообще гурзуфская улица ее на картинках везде публикуем в интернете тоже видели я не помню название маленький такой райский уголочек вот я тогда отдыхала была молодая мне было лет наверное 17 что этот год мы до этого тоже туда ездили именно тот год мне очень запомнился здорово отдыхали молодежь до 90-х который было все впереди и красивые пейзажи вокруг это вообще было очень очень мега круто и мне хочется ездить в крым снова и снова и вот показывать вики те места которые она не видела и обязательно вот гурзуф да а лупка а лупка потому что это наверное самая вертикальная точка в Крыму в каком плане над уровнем моря вот так идут скалы они практически вот вертикально ну я имею ввиду но там есть свой нюанс там купаться но более да такие каменистые очень сложно безумно красивый красивый поселок я не знаю сейчас как там дела обстоятельства мы были на 6 назад и там были пляжи ужасные были пляжи взрослого еще более-менее как ты через камни можно было пролезть но ребенка купать это ужасно мы ездили с ребенком ребенку было десять лет младшему было мне кажется он был моложе младший лет 8 или 8 да ну он купался а тапочки были у меня уж коралловые тогда да нет он босиком лазил с пацанами но 8 лет он еще может а вот малышу трехлетнему вообще зайти был у меня я помню у меня в детстве лазили на всякие это никаких тапочек не было сочи не будешь и не никаких тапочек не было иди иди купайся у нас было детство по моему у всех у нас кто старше 35 лет было такое не то что отвязное а за нас не боялись мы ходили я помню даже во дворе маленькие мы были у меня отправляют на каникулы к бабушке ближней подмосковье у нас есть подписчики из подольска бабушки была квартира в климовске у нас сейчас там дача кстати в климовске вот это подольск еще километр 15 до 10 короче говоря это до москвы до новой москвы это вообще чуть ли не полтора километра сейчас но москва-то расширилась а если на электричке например ехать от станции гривна до курского вокзала давно на электричке не ездил но это около часа где-то но это это прямо если с остановками это прям ничто это для автомобилиста 25 километров от мкады близко вот и меня туда отправляли на субботу-вскресенье естественно и на летний каникул и мы сидели на улице там дети 12 13 лет и не до свидетелей не боялись мы сидели до 12 ночи мы гуляли никто не боялся в дворе сидим компанируем 10 детей орем помещим радуемся жара лет раньше даже не искали не спрашивай только поесть иногда в 9 утра вы из дома 8 уходили поели чеши и ночью я приходил я приходил я боялась что меня как обычно я не пойду домой потому что меня загонят не приходили домой ночью в 12 ели там я всегда ела мне традиционно мне бабушка наваривала там большой кастрюлю борща я вообще неприхотливой еде и вот я приходила этот борщ грела сама на газу вот грела борщ газовая плита ела борщ ложилась спать и чтобы быстрее заснуть чтобы с утра опять куда-то бежать гулять никто ни за кого не боялся да дети более самостоятельные были а сейчас трясутся по пуду их всем нет но вот я тебе скажу это хоть это там и обхаживают некоторые детей некоторые родители ну не точно охоте обхаживают а как бы как сказать такая жизненная ситуация что некоторых надо да там от чего-то оберегать машин много стало может еще чего-то надо смотреть уже если это ты будешь обхаживать мальчика он будет не самостоятельным допустим если сильно уж но другой стороны тоже отпустить на волю случаях много и побольше чем было и наркомании всяких придурков да вот такого всего тоже надо смотреть хотя раньше тоже было хорошо чтобы наша чего уберечь с девочками тоже инфантилизм людей у детей такой несколько развивается на другой стороны из нашего поколения выросло очень много ломовых баб которые самостоятельные тоже знаете не женственности ничего нет вот вот даже